Ну и начнем с последних новостей из Израиля. Три человека погибли и еще пятеро тяжело ранены в результате стрельбы в Тель-Авиве в одном из торговых центров, который расположен в оживленном городском квартале. Эту информацию уже подтвердили и медики, и полицейские, которые не сомневаются, что это теракт. Причем его исполнители уже задержаны. Все последние подробности узнаем у шефа нашего Ближневосточного бюро Сергея Пашкова на прямой связи со студией. Сергей, здравствуйте. Есть ли какая-то информация о том, кто именно стрелял? Или хотя бы версии? Здравствуйте, Марат. Как раз проблема этого теракта в том, что террористы нейтрализованы. Они живы. Один из них дает показания службе безопасности Шабак. С другим работают врачи, но полицейские сообщили нам, что его тоже скоро будут допрашивать. Но ни имен, ни национальной принадлежности террористов до сих пор нам не называют. И это удивительно для Израиля, где такая информация появляется достаточно быстро. Мы сейчас находимся на месте преступления. Это квартал Сарона, лужайка, на которой находятся такие, знаете, псевдоевропейские домики под черопичными крышами, где расположены рестораны и магазинчики. Крупный торговый центр Сарона, где как раз и произошло преступление. Там находится очень дорогая недвижимость в Израиле. В это время в ресторанах всегда очень людно. Там много туристов, так что террористы специально выбрали и место, и время, чтобы нанести максимальный урон. 11 человек в результате стрельбы, которая продолжалась около минуты, были ранены. Трое из них чуть позже скончались в пельгийских больницах. Пятеро получили серьезные ранения средней и тяжелой степени тяжести. Национальность террористов пока неизвестна, хотя среди пострадавших всегда немало туристов. Некоторые из них, как нам сообщили очевидцы, говорили по-французски. Наше консульство сообщило нам, что не располагает информация о том, что среди пострадавших могли находиться россияне. В любом случае, если точная информация по этому поводу появится, то не раньше завтрашнего утра. Терракт произошел как раз тогда, когда самолет Беньямина Нитаяу, завершившего визит в Москву, приземлился в аэропорту Бен-Гуриона. Израильский премьер сразу же проехал в генеральный штаб, который расположен буквально в 300 метрах от места преступления, для того, чтобы принять доклады начальника полиции и службы общей безопасности. Но власти города Тель-Авива сообщили сейчас, что оба террориста нейтрализованы, других террористов, очевидно, не было, и город может возвращаться к спокойной жизни. Спасибо, Сергей. Это был шеф нашего Ближневосточного бюро Сергей Пашков с последними новостями из Тель-Авива.